Продолжение следует... Кировская область где-то среднячком держится, то есть в среднем по стране эта цифра меньше, потому что в среднем по стране почти 78% проголосовавших поставили галочку напротив. Да, да, там было, да? Да и нет, там было два варианта ответа. Да. Меньше всего Ненецкий автономный округ, да, там около 44%. Вообще это удивительная какая-то история, чем федеральные власти насолили так жителям Ненецкого автономного округа, я не могу понять уже несколько часов. Ну, на самом деле, тут мне в сети попадались комментарии по поводу того, что, учитывая, что все делалось очень скрупулезно, люди сгонялись, голосовались и тому подобное, и вот эта треть людей, которая выступила против, то есть для власти это все равно провал. Потому что с учетом того, как проходила агитация, как рекламировался социальный блок поправок и как не рекламировался другой блок поправок, который вызывает вопросы, в том числе у юристов. Да, ну вот я сходила, кстати, после того, как у нас в эфире Валерий Семенищев говорил о том, что кому-то в Кирове удалось проголосовать дважды, однажды сделав это на мобильном участке, второй раз на стационарном, я пошла на мобильный участок, узнав, что он у меня во дворе будет работать, на моем вот этом мобильном участке по моему поводу отзвонились сразу. То есть я пришла, мне взяли паспорт и тут же позвонили на стационарный участок, чтобы не было вот этого двойного голосования. То есть сразу же предупредили о том, что Дарья Дмитриевна голосует у нас здесь, пожалуйста, вычеркните ее из тех списков, да? Да, то есть вот в этом плане я с нарушением не столкнулась, а по поводу нарушений, наверное, мы сейчас узнаем. У Дениса Шадрина мы сейчас спросим, эксперта движения «Голос». Денис с нами на связи. Денис, добрый день. Да, привет. Да, добрый день. Денис, ну, во-первых, можете ли вы нам пояснить, каким образом голос наблюдал за вот этим вот голосованием? Я даже не знаю, не сказать, что это выборы, конечно, хотя все участки называют избирательными, комиссии называют избирательными, но вот это голосование с непонятным статусом, плебисцит такой. То есть я так понимаю, что официальные наблюдатели были только от общественной палаты? Да, правом огощения наблюдателей обладала общественная палата. Мы же присутствовали на избирательных участках, как представители СМИ, аккредитованная центральная избирательная комиссия. Плюс, ну, мы живем все-таки в одном городе, в одной области, и я имею связи в том числе и с членами избирательной комиссии, с решающим голосом и с наблюдателями этой же общественной палаты. Поэтому мы от них тоже получали информацию, что происходит на избирательных участках. Да, и что же происходило на избирательных участках? Давайте так, вот давайте сначала по вчерашнему дню. Были ли выявлены какие-то такие, ну, заметные явные нарушения, а потом мы вот к этому недельному еще голосованию обратимся? Каких-либо явных нарушений выявлено не было. Были процедурные моменты при подчете бюллетеней, которые, скажем так, не сказались, но на результате наконеченном. Но нужно говорить о том, что само голосование было проведено в таких условиях и по таким правилам, что выявить, скажем так, волю народа было невозможно уже с самого начала. Почему? Как было положено в самих правилах. Ну, очень просто. Поправки принимались одним пакетом. То есть нельзя было высказать внимание свое отношение к поправкам, допустим, имеющим отношение к социальной сфере, к государственному управлению. Во-вторых, не обеспечивалось равенство прав сторонников и противников агитации, допустим, за или против правок Конституции. Государственные и муниципальные органы власти, и даже избирательная комиссия занимались агитацией за поправки. Так, простите, а можно поподробнее? Что вы имеете в виду, Денис, давайте поясним. Ну, то есть это имеется в виду то, что представители органов власти, например, озвучивали свою позицию по тому, как они будут голосовать за или против? Ну, достаточно зайти на сайт правительства Кировской области и увидеть, что в течение июня-апреля, там, мая, публиковалась информация только за поправки. Информация о том, что против поправок там не публиковалась вообще. Информационная сфера была вообще зачищена, а по позиции нет. Ну, то есть на это нужно обратить внимание. То есть люди не могли получить объективной информации о том, исходя из чего им голосовать или не голосовать за поправки. Во-первых. Во-вторых, опять же, послушать наших чиновников, губернатора. Они делали то, что агитировали за поправки. Вот и все. Ну, вот с агитацией я с Денисом соглашусь. Мы тоже обратили внимание, что практически любой пресс-релиз органов и власти в последние, там, особенно две недели, был фактически привязан к Конституции. То есть губернатор съездил в детский сад. Детский сад такой хороший, потому что новая Конституция. Кто-то выбрался туда-то. Посмотрите, как прекрасен мир, потому что новая Конституция. Ну, то есть это вот все вот так вот выглядело. Не знаю, насколько это смешно, но настало лето. Спасибо Путину за это. Это история. Фамилию можно подставлять разную, да, но это история, в которой мы живем, я не знаю, последние несколько десятков лет, наверное. Да. Денис, аспорт? Еще стоит, может быть, отметить, сказать про придомовое голосование. А, вот это так называемое по дворам. По дворам. По дворам, в дворах, в скверах там всяких. У меня коллега по голосу, как-то назвал это голосование, скверным голосованием. Ну, от слова сквер. Да-да-да. Ну, я сам присутствовал на этом скверном голосовании, я смотрел, как оно проходило в разных дворах. На что сразу же у меня бросилось внимание, это просто отсутствие тайны голосования. То есть, люди голосовали на глазах у других граждан, у членов избирательных комиссий. То есть, никто ничего не скрывал. И самое главное, к этому было как бы нормальное отношение и тех, и других. То есть, а, ну, чего тут, галочку поставлю у всех на глазах, и я тебе положу. Главно. Как бы, никакого возражения или там вот сохранения тайны голосования. Вообще у людей в голове не было такого. То есть, по идее, если бы были нормальные выборы, нормальные наблюдатели, с нормальной фиксацией всего этого, это можно было досрочное голосование просто в преддомовых территориях отменять. Денис, смотрите, еще такой момент. Вот тоже общалась с людьми, кто голосовал уже на стационарных участках, то есть там, где выдавали маски, перчатки, ну, то есть и просили во все это надеть на себя. Знакомый сказал мне, очень странно, что меня ни разу не попросили снять эту маску. Я сначала удивилась, я говорю, в смысле, зачем тебе эту маску снимать? Лица же не видно. Он говорит, лица ведь не видно, я мог прийти с любым, ну, с любым паспортом, я не знаю, найденным на улице, ну, то есть на меня, говорит, не посмотрели, не попросили хотя бы там на секунду снять эту маску, чтобы сверить хотя бы лицо мое и фотографию в паспорте. Вот это вообще с точки зрения, там, законности или всей вот этой вот процедуры, как? Ну да, я тоже приходил на избирательный участок, меня тоже не просили снять маску, даже когда я был не только голосующим, но когда присутствовал в статусе представитель для СМИ, то есть предъявлял свою аккредитацию, центральный убирательный комиссий, паспорт, никто так именно на мое лицо не взглянул. Это, конечно, в том случае может быть какое-то значение, если действительно у члена избирательной комиссии были сомнения, что действительно тот ли человек пришел с своим паспортом или где-то его взял. Если таких сомнений не было, ну, почему бы и нет? Я-то как раз в этой ситуации, наверное, человек противоположный, занимающий сторону, потому что мне, конечно, выдали пакетик, вот этот индивидуальный вчера с ручкой, перчатками и маской, но надеть его не попросили. Я этот пакетик забрала с собой, нераспечатанный практически, но только ручку достала, расписалась и поставила ею галочку в нужной клеточке. Вот я на многих участках был, как бы, перчатки, маска, имели температуру, но это как бы обязательно. Это было обязательно, понятно. Денис, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у нас на предварительных наших эфирах, которые мы с Дарьей делали перед голосованием, по-моему, это было во вторник, некоторые участники, уже проголосовавшие, говорили о том, что на участках не видели явных таких каких-то зон, где были бы вывешены все поправки, где можно было бы с ними ознакомиться. То есть вывешены были только поправки вот этого социального блока. Да, социального блока, то есть те, которые в сторону «за» склоняют, так скажем, голосующих. Были ли жалобы на это? Значит, мы это сами фиксировали, как нарушение, то, что, допустим, была на издательных участках газета «Комсомольская правда», которая была вызвана 10-миллионным тиражом, раздавалась бесплатно, присутствовала практически на каждом издательном участке. И это была, ну, самая очевидная агитация, где об информировании каком-либо, каком это понимает, там, Центральная издательная комиссия, ну, речи быть не могло. То есть это мы просили просто членов избирательной комиссии убрать. И мы получали от них ответ. А мы эту агитацию, в принципе, получили из территориальной избирательной комиссии для размещения на избирательном участке. Ага, как интересно. Это опять же о том, что избирательные комиссии сами занимались агитацией. Еще один из вопрос. Наблюдали ли вы за работой наблюдателей? То есть вот не тех наблюдателей, с которыми вы контактировали и которые, может быть, вам, да, какие-то сведения предоставляли. А вообще в целом за работой наблюдателей насколько, ну, я так понимаю, что ведь это не профессиональные люди, вряд ли они прошли какое-то супер-мега обучение такое, да, по тому, как себя вести. Насколько их поведение соответствовало тому, каким оно должно быть для наблюдателей? Ну, давайте начнем с того, что когда я прихожу на участок или приходит на участок там волонтер движения «Голос», имеющий определенный статус для того, чтобы зайти на избирательный участок, он общается с членами комиссии, с председателем, определяет документы, общается с наблюдателями, узнает у них информацию, как вот, когда подходит к председателю, спрашивает, а вот можно ли познакомиться с наблюдателями, узнать у них там, были ли у них какие-то жалобы, обращения. Зачастую, было замечено, что наблюдатели занимались тем, что были на входе и занимались раздачей вот этих вот пакетов с масками, перчатками и так далее. Что, конечно, не подходит к функционалу наблюдателя следить за тем процессом, который происходит на избирательном участке за процессом голосования. Да, Денис, спасибо большое. К сожалению, программа наша должна завершаться. Благодарим. Денис Шадрин, эксперт движения «Голос» был с нами на связи. Связывались мы с ним, чтобы выяснить, как осуществлялась процедура наблюдения, не только та, которая была официально прерогатива общественной палаты, но и наблюдение со стороны представителей СМИ, со стороны общественных движений и объединений. Ну, крупных жалоб не зафиксировано, но есть вот такие вот вещи, которые, конечно, обращают на себя внимание и заставляют думать о том, действительно ли это все-таки вот было какое-то официальное голосование или какая-то непонятная история. Дневной разворот на этом заканчивается. Мы с Даритой Пузливой прощаемся. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова